Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна, и я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. Но сейчас мы с вами в стране безопасности, в самом безопасном месте на Земле, и здесь мы будем учиться простым правилам поведения в любой жизненной ситуации. Сегодня второе испытание для Алисы и Владислава. Напомню, они пятая команда, которая борется за звание эксперта по детской безопасности. В борьбу за звание детского эксперта вступили ваши соперники. Они тоже прошли по одному испытанию, и сейчас Спасайка покажет вам, сколько баллов удалось набрать всем участникам. Итак, внимание на экран. В стране безопасности уже выступили все пять команд, и вот как выглядит на сегодня турнирная таблица. Варя и Ярослав набрали 7 баллов. Вторая команда в составе Алены и Ивана смогли заработать 9 баллов. Следующими стали Арина и Арсений. Они набрали 8 баллов. Четвертыми в игру вступили Наталья и Максим, которые смогли набрать 9 баллов. И завершающей стала команда Алисы и Владислава, которая набрала 7 баллов. Посмотрим, чем закончится второй игровой день для сегодняшней команды. Ребята, в прошлый раз вы выбрали тему «Экстренные ситуации» и разбирались с тем, как правильно пользоваться печкой. Вы все запомнили? Да. А чего нельзя ни в коем случае делать, если печь неисправна? Нельзя пользоваться печкой без взрослых. Алиса, молодец. И со взрослыми нельзя. Пользоваться детям печкой запрещено. А сейчас у вас осталось 3 опасные зоны. Это тема «Опасность дома», «Опасные полезные предметы» и «Неподходящие места для игр». Давайте выбирать. Нравится больше, где нельзя играть. Неподходящие места для игр. Подходящие места для игр. Ну, давай. Мы выбрали тему «Неподходящие места для игр». Хорошо, молодцы, ребята. Вы выбрали тему «Неподходящие места для игр». Скажите, а в каких местах детям категорически запрещается играть? Нельзя играть на чердаках и подвалах. Нельзя играть в незнакомых местах. Нельзя играть в заброшенных зданиях. Возле водоемов. Нельзя играть вблизи проезжей части. Действительно, детям в вашем возрасте можно играть только дома, во дворе дома или на школьном дворе. В остальных местах играть может быть очень опасно. Там можно не только потеряться, как, например, в лесу, но и пораниться. А еще, конечно же, как вы правильно сказали, детям играть на речке в отсутствии взрослых запрещено. Это и станет сегодняшней темой нашего с вами разговора. Но перед тем, как приступить к заданиям, я предлагаю посмотреть вам мультфильм. Ответы на все сегодняшние вопросы там есть. Внимание на экран. Жарко. Чувствую себя, как курица-гриль. Предлагаю искупаться. Хм, только есть одна проблема. Я читал в волшебной книге, что купаться без взрослых нельзя. Придется искать взрослого. Ой-ой-ой, что происходит? Попались! Наконец-то я вас съем, мои любимые полуфабрикаты. Помогите! Звоните в 112! Ничего себе! В такую жару кто-то еще хочет есть. Ну, приятного аппетита, волк! Я дико извиняюсь, но если мы все будем благополучно съедены, можно хотя бы исполнить наше последнее желание? Да-да, последнее желание. Последнее желание? Не, ну а что, можно? Я же не совсем зверь какой-то. Мы хотим искупаться. Бобер, ты что, не мог загадать, чтобы он нас отпустил? Не, ну а что, можно искупаться? Только есть одна проблемка. Я читал в волшебной книге, что купаться без взрослых нельзя. Так я же взрослый в третьем поколении. Это моя профессия. Мой дед был взрослым, отец был взрослым. Быть взрослым это у нас семейное. Вот, теперь я спокоен. Ну, купайтесь уже быстрее, есть охота! Друзья, купаться следует только в местах специально оборудованных для этого. Нырять и прыгать в воду с крутых берегов, мостов и лодок строго запрещено. Я дико извиняюсь, но тут плавать нельзя. Давайте, малявки, быстрее плавайте и на обед! Я дико извиняюсь, но не могли бы вы достать мою панамку из воды? Без неё я не хочу плавать. Может случиться солнечный удар. А вы не боитесь получить солнечный удар? Я советую вам тоже держать голову в теньке. Молчи, Гриль, где там твоя панама? Вот она, но лучше не плыть за ней на матрасе. Это опасно. Матрас может сдуться или перевернуться. Ха! Я где-то услышал слово «нельзя». Смотри, зубаты, и учись! Лузер! Правила безопасности нужно соблюдать! Жаль, что вы так и не смогли достать мою панамку. Теперь я не смогу покупаться. Это что получается? Бобр будет съеден, а его последнее желание не исполнено? Ладно, не плачьте! Не люблю, когда мясо солёное. Сейчас достану! Друзья, я слышала, кто-то направляется за панамкой, предупреждая, что она находится за буйками. А за них заплывать категорически запрещено. Там глубоко могут ходить суда, и это опасно. Опасно? Опасно ходить голодным! Глупый-глупый волк. Держи свою панаму! Всё, больше никаких желаний. Идём кушать. Какой ты взрослый! Ты даже простых правил поведения на воде не знаешь. Спасибо, что помог достать панамку, но пренебрегать правилами безопасности на воде всё-таки не стоило. Сидите, сидите. Вам нельзя вставать. У вас солнечный удар. Последнее желание, последнее желание. Нашли золотую рыбку. Ребята, за то, что вы правильно ответили на мой вопрос о том, в каких местах детям запрещено играть, вы получаете один бонусный балл. Ура! Ура! Ну а время переходить к нашему первому испытанию. Ребята, это задание на внимательность. В мультике волк допустил серьёзные ошибки, за которые чуть не поплатился жизнью. Давайте вспомним их и назовём, как нельзя себя вести на водоеме. Алиса, начинай. Нельзя. Плавать на матрасах далеко от берега. Так, нельзя плавать на надувных матрасах, Владислав. Нельзя бегать по пляжу без панамки. Можно получить солнечный удар. И ещё нельзя купаться-то в неположенных местах. Там есть гвоздики всякие, камешки, заколки, за которые можно поганиться. Правильно. Конечно же, купаться можно только в специально отведённых для этого местах. Итак, ребята, вы назвали пять правил, как нельзя вести себя на водоёме, за которые получаете три балла. Ура! Поздравляю. Ну а время приступать к нашему следующему испытанию. Вам нужно выбрать один из трёх вариантов ответа на мой вопрос. И сделайте это за максимально короткое время. Итак, как нужно себя вести, если вы увидели, что на глубине тонет взрослый человек? Вариант номер один. Быстро поплыть ему на помощь. Вариант номер два. Позвонить родителям. Или вариант номер три. Позвать взрослых и привести их на помощь. Позвать взрослых и привести их на помощь. Совершенно верно. Правильно. Это вариант номер три. И вы зарабатываете два балла. Ура! Спасать на глубине взрослого человека может быть очень опасно, даже если вы хорошо плаваете. Это под силу только взрослому сильному мужчине или нескольким людям. Но сейчас время нашего третьего испытания. Я вам задам загадку, за правильный ответ на которую вы можете получить три балла. Если же ответите неправильно, то один балл я у вас заберу. Готовы? Да. Чтобы весь день играть на пляже, детям кожу кремом мажут. Кто помазаться не смог, заработает... Ожог. Правильно, ожог. И вы зарабатываете три балла. Ура! А сейчас время подводить итоги нашей сегодняшней игры. Считаем, сколько получилось? Мы получили три балла за первое испытание. И получили один бонусный. Это четыре. За мультик мы получили еще три балла. Это семь. И еще два за тест. Это девять. Мы получили девять баллов. Правильно, вы заработали девять баллов. И сейчас «Спасайка» внесет этот результат в таблицу. Скоро увидимся, а место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин